Добрый вечер! Рад всех приветствовать на очередной встрече проекта Булес Ликбез. И сегодня я выношу на ваш суд достаточно сырую, сразу же скажу, идею, концепцию, которую я очень хотел поделиться именно в том виде, в каком она сейчас у меня представлена. Кто ходит на мой курс постоянно, тот знает, что для меня, так скажем, сырая идея, это, в общем-то, самая продуктивная, самая важная, самая качественная. То есть она находится пока в том состоянии, когда ее еще можно гнуть, метаморфировать что-то иное и так далее. А когда концепция становится сложившейся, стабильной, ее можно только разве что в учебниках дать. И больше с ней уже ничего путного сделать будет нельзя. И я назвал нашу сегодняшнюю встречу «Искусство и метафизика власти». И мы поговорим о власти искусства и о искусстве власти. Но так как мой курс прежде всего философско-эстетический, то моя-то цель, конечно, раскрыть механизмы действия искусства. Прежде всего. И сегодня я вам предлагаю, в общем-то, набросок, эссе того, над чем я сейчас работаю, то, что меня занимает. И начнем, пожалуй, наше рассуждение с вот такой дилеммы. Предположим, вам попадает два комплекта аудиозаписей одновременно. Так как я музыкант, то буду делать примеры, естественно, из музыкантного искусства. Это что-то современное, из ныне живущего классика какого-нибудь. Ну, допустим, это собрание сочинений Трестана Мюраев. Новенькое, хорошее, вы еще этого не слышали, ничего, но очень хотите. И параллельно вам попадает что-нибудь из такой уже махаровой классики, которую вы тоже еще не знаете. Ну, допустим, хорошее, большое собрание сочинений Карла Филиппа и Мурила Баха. И встает дилемма. Что предпочесть? То есть, с чего вы начнете это слушать? Учитывая то, что я не верю в свободу выбора в его наивном понимании, то на самом деле у такой дилеммы, а точнее у решения и у одного, и у другого, в сторону одного композитора и в сторону другого, должно быть на самом деле метафизическое основание. И я сам многократно сталкивался с подобного рода дилеммами. И я предчувствовал, у меня было ощущение определенное всегда, что когда я выбирал что-то новое по отношению к музыке, так скажем, условно-классической, и наоборот, когда я выбирал что-то такое, музыку предшествующих эпох, ощущение было от этого выбора различное. Но сформулировать это настолько ясно, на самом деле, насколько я попытаюсь это сделать сегодня, мне этого не удавалось. Мне даже не удавалось поставить сам вопрос таким образом. А почему я предпочитаю одно или другое? Естественно, когда я предпочитаю одно или другое, это не я выбираю, а это не что, а проявляет свою власть надо мной. Почему я отказываюсь от чего-то одного, да, и начинаю тратить свое время на что-то другое. И сегодня я вам предложу набросок весьма интересной, так скажем, как мне кажется, концепции. Это концепция различания власти искусства. То есть я хочу продемонстрировать то, что власть одних произведений искусства над другими, это не та же самая власть. То есть когда мы испытываем влияние произведения, допустим, Баха, и когда мы испытываем влияние от произведения только что написанного, мы испытываем различный тип влияния, вне зависимости от эстетических оснований этого произведения. Здесь фактор исключительно социальный. И так как фактор социальный, я, естественно, стал искать и нашел концепцию социальную, то есть концепцию проявления политической власти, которая меня, в общем-то, в качестве методологического инструмента всем устроила. Более того, так как сама эта идея не предполагала ее переселение в любые другие области, то, в общем-то, я даже не могу сказать, что я ее заимствовал. То есть я просто обратился к инструменту, который создал Александр Кожев, о нем мы еще поговорим сегодня, и попытался сделать такую переселение на его модели, на отрасль, в общем-то, очень далекую от того, которая его занимала, на отрасль искусства. Александр Кожев создал работу понятия власти в 42-м году, во время Второй мировой войны, однако даже на его родине во Франции она вышла только в 2004-м. То есть она оказывать влияние начала только в 21-м веке. При том, что я сделаю беглый обзор вообще того, кто был Кожев, если кто-то не в курсе, то есть эта фигура колоссальная. Но в России книга появилась в 2007-м году, я думаю, что в принципе ее еще реально купить. Книга написана, как и большинство текстов Кожева, очень простым языком. Это как раз один из тех философов, которые могли очень сложные вещи очень просто объяснять. Ну вот, что в общем-то нетипично для французской философии середины 20-го века, но для Кожева типично. Я буду пользоваться этой работой, и я буду пользоваться в построении своих моделей также Кожевской интерпретации гегельянской дяды, раба и господина, которую он, в общем-то, достаточно часто преподносит в своих трудах, посвященных Гегелю. Вообще Кожев был неогегельянец, именно интерпретациями своими Гегеля он и прославился. Я бы даже более того сказал, современная интеллектуальная сила, которая есть в философии европейской и даже штатовской, во многом держится на воскрешенном Гегеле именно Кожевского типа. То есть не к самому Гегелю обращаются, а к Кожевскому Гегелю, который на самом деле от Гегеля сильно отличается. Ну не то, что прям принципиально, но отличие там существенное. И тем не менее, несмотря на то, что я сегодня даже цитировать эту работу буду, и даже немало, даже больше, чем обычно я это делаю, тем не менее я бы сказал, что моя модель имеет к Кожеву весьма опосредованное отношение. Дело в том, что сразу оговорюсь, что все плюшки и все плевки надо адресовать мне лично, а не Кожеву. Так как свою модель я продумал, перепродумал и выношу на ваш суд сам лично, и на самом деле моя философская концепция действия искусства, власти искусства над тем или иным индивидом или группой индивидов, она имеет к Кожеву очень относительное такое опосредованное отношение и вытекает из нее с определенной условностью лишь. А я скорее буду ориентироваться на определенную логическую процедуру, которую проделывал Кожев, чем буду просто перенимать его некие положения. Первое и главное отличие, о котором нужно говорить. Дело в том, что систематизация власти и ее разделение на четыре типа, о которых мы обговорим сегодня подробно, принятые Кожевом в данной работе, не являются в полном смысле авторскими Кожевскими. Они являются именно систематизацией тех четырех базовых моделей власти, которые были в Европе, начиная от эпохи античной Греции и заканчивая периодом нового времени. Кожев их не придумал. Кожев именно систематизировал эти модели, на чем он сам настаивает. Это модель Платона, модель Аристотеля, модель схоластов и модель гетельянская. Так что обращение к этим модусам власти на самом деле возможно предпринять и без обращения к работе понятия власти Кожева. Они и так, в общем-то, в философии озвучены. Второе. Кожев стоит на принципиальной позиции того, что актором власти является либо индивид, либо коллектив. А в отличие от моей позиции, в которой я наделяю атрибутами власти произведение искусства и традицию, в которую это произведение вписано. То есть констатирую факт интерсубъективности власти. Что, в общем-то, у меня нет никаких гарантий, что с этим бы Кожев согласился. Поэтому, опять же, не нужно скрещивать то, что я буду рассказывать, именно с работой Кожева. Если захотите, можете сами прочесть. В моем пересказе это будет уже не совсем Кожев. И, наконец, третьих, Кожев создает именно модель политической власти в структуре государства. И лишь один раз за всю работу делает ссылку, что неплохо бы попробовать применить эту модель и к церкви. Но церковь это одно, а простить искусство это совсем другое. Особенно то, что сегодня речь пойдет именно о бессловесном искусстве музыки. И в данном случае, я думаю, что Кожев бы мою инициативу не поддержал. Потому что моя инициатива вообще другая. Я это говорю не для того, чтобы каким-то образом подчеркнуть факт новизны того, что я собираюсь вам сегодня рассказать, хотя этот факт отрицать бессмысленно. Но я это говорю просто для того, чтобы вы моего Кожева не скрещивали с самим Кожевом. Может, это будет уже интерпретация. Переформатированный такой Кожев под наши нужные задачи. То есть Кожев превращается в инструмент. И не более того. Однако, то, что я сегодня вам предложу, будет также и в чем-то очень близко взгляду Кожева. Дело в том, что Кожев, очевидно, первый человек в истории, который высказал очень жестко свою позицию о том, что власть не может быть сведена к чему-то единому. По большому счету, Кожев совершенно феноменальную вещь делает. Он проделывает операцию различания. Различание, термин делидианский. Где он различает то, что до этого в культуре считался чем-то одним. А Кожев задолго до Деррида. Деррида учился на работах Кожева. Да, Кожев в сорок втором году говорит о том, что власть, как мы ее себе представляем, не едина. А мы словом власть называем четыре разных феномена. Оттуда и весь сыр-бор. Поэтому мы не можем понять, как она действует. И именно вот в этом пункте я с ним абсолютно согласен. И этот пункт я, безусловно, заимствую у него. Другое дело, что я это переселяю на совсем одну область. И пытаюсь показать о том, что воздействие произведения искусства тоже не сводимо к какому-то единому типу влияния на субъекта воспринимающего. Те, кто ходили уже на булес-ликбес, соответственно, знают мою попытку разделить историю музыки на историю музык, что это не единый феномен, а на самом деле различные феномены, которые просто сохраняли определенный статус в культуре и единое наименование. То же самое я хочу показать и относительно модальности воздействия этих произведений на нас, что на самом деле власть искусства тоже именуется одинаково, а на самом деле мы сталкиваемся с четырьмя совершенно разными феноменами, которые, помимо того, что их четыре, еще могут и вступать в комбинации в любом свободном порядке сочетания. Таким образом, порождая значительный блок феноменов, не сводимых ни к какому единству. Ну и, в общем-то, что касательно еще один очень важный момент, который нужно обговорить, который, если не обговорить, мне могут поставить в укор. Дело в том, что произведения искусства, конечно, из поклон века пытались развести по определенным модальностям влияние на нас, но исходя из эстетической составляющей. Самое известное из них разделение это нитшанское разделение на аполлоническое и дионисийское искусство. Но это разделение по формальным эстетическим признакам. То есть, что является ядром эстетического в той или иной модели. По большому счету, тут же можно было бы поставить конститанское, прекрасное, возвышенное и так далее. Так вот, в данном случае я делаю ставку не на то, каково это произведение искусства, что оно оказывает на нас такое-то воздействие, а каковы, так скажем, каковы социальные механизмы, почему это искусство оказывает у нас таковое воздействие. То есть, нитши пытается само произведение раскрутить на то, почему оно так влияет на нас. А я хочу показать, что любое произведение искусства, дионисийское, аполлоническое, возвышенное, прекрасное, поставленное в определенные социальные, так скажем, отношения, будет отрабатывать на нас различные типы власти. Поэтому, так скажем, к нитшианской вот этой модели или к итианской модели это не имеет никакого отношения. Скорее речь идет о политике искусства, в моем случае, чем об эстетике искусства. И еще важное размежевание. Дело в том, что многократно предпринималась, так скажем, попытка разделить произведение искусства по способу воздействия на воспринимающего. Но самая известная эта модель это разделение искусства на трансовое. То есть, ну, в данном случае, это может быть и религиозный транс. Это может быть, например, такое направление, как минимализм, рассчитанное на транс, и так далее. Второе катарстическое. Ну, допустим, опера. Когда мы сопереживаем, накопится некая драма, она взрывается буквально, и мы настолько сопереживаем персонажем, что в итоге получаем определенное катарстическое наслаждение. либо романтизм, который делал ставку тоже именно на катарстический тип искусства. И, наконец, третий тип воздействия искусства, это концептуальное искусство, искусство, которое предлагает нам некий ребус, загадку, от которой мы вот так просто отмахнуться не можем. Оно нас не трогает эмоции, оно не погружает нас в состояние, но мы никак не можем отмахнуться, потому что нас подцепили на определенный крючок. И пока мы не решим, а почему это было так, ну, самый известный, наверное, пример такой, который не нужно никому объяснять, это 4.33 кейджа. В общем, наслаждаться там нечем, да ничего не звучит. Вот, погрузиться в это тоже нельзя. Тоже ничего не звучит, а для погружения маловато еще. Но это концептуальное искусство, которое поддевает нас, и мы начинаем придумывать всевозможные варианты, а почему это было так. И до сих пор придумывают. Это уже было так, больше полвека назад, а до сих пор всех это интересует. Вот это концептуальный тип искусства. Но и не об этом пойдет речь. Не о том, как само произведение погружает нас в себя, и что оно из нас пытается добыть. А о том, каким образом в социуме любое из этих произведений может функционировать. Таким образом, у нас сегодня речь пойдет об очень специфической отрасли, о проблеме, которая вообще еще в таком виде не формулировалась. Относительно искусства, о власти искусства. Не о воздействии искусства, о власти искусства. И прежде чем я вам предложу свою модель, естественно, вас нужно познакомить с тем, что нам предлагает Александр Кожев. И в том числе познакомить с самим Александром Кожевом. Я очень бегло намечу вообще, что это было за фигура. Человек этот родился в России, выходец из России. Более того, это человек из Москвы. То есть, наш земляк. Родился он в 1902 году, то есть, еще в царской России. И надо сказать, что достаточно восторженно принял Великую Октябрьскую революцию. И всем бы он был доволен, если бы не столкнулся с замечательными нашими службами. Только что появившимися тогда. После резкой конфронтации, с которыми он эмигрирует. Из страны эмигрирует в Германию. Он уехал из России, если память не изменяет, в 20-м. То есть, в возрасте в 18 лет. И едет он не к кому-нибудь, он едет учиться к Ясперсу. К Карлу Ясперсу. Видная фигура. Такой значимый, авторитетный философ того времени. Надо сказать, что вообще сам Кожев тоже из непростой семьи. В частности, его дядей был Василий Кандинский. То есть, это не просто видный художник, да, но это еще и крупный интеллектуал, философ, мыслитель, оказавший существенное влияние на как раз осмысление воздействия искусства, искусства живописного на смотрящего. после своей учебы у Ясперса Кожев оседает во Франции и с 30-х годов, на протяжении 30-х годов, в течение 6-ти лет, он ведет лекции, читает лекции по феноменологии духа Гегеля. Они есть на русском языке, это отличное издание, вот, и вот здесь он оказывается именно в том самом месте, в нужное время, в нужном месте. А его лекции посещают все молодые интеллектуалы французские этого времени, и он оказал влияние колоссальное, то есть, можно назвать там хотя бы 5 фамилий, и вы поймете уже, что больше уже никого, да, не надо называть. То есть, к нему ходит учиться Жак Лакан, и ранний Лакан под влиянием Кожева находится, к нему он ходит Андре Бреттон, Марис Мерло-Понти, человек, который впервые начинает серьезно разборабатывать теорию восприятия, которая, в 20-м веке одна из базовых теорий восприятия именно Марис Мерло-Понти. Туда ходит Жорж Баттай, и туда ходит Пьер Классовский. То есть, очень разные фигуры, да, от интеллектуальной элиты, снобистской тогда же, элиты типа Жака Лакана, до таких бунтарей, как Жорж Баттай. А, влияние Кожева можно встретить и в работах Фуко, который всю свою жизнь будет бить именно в точку власти, в различные формы проявлений этой самой власти в нашей окружающей нас реальности. И Жак Деррида, но здесь уже фактически вообще чуть ли не до прямого заимствования. Потому что, повторюсь, эта работа, несмотря на то, что она опубликована только сейчас, понятно, что тот, кто был лично знаком с Кожевым, естественно, не мог никак, чтобы он не рассказал, да, каких-то идей, над которыми он работал, но это невозможно себе такое представить. А здесь предпринята реальная попытка деконструкции понятия власти. Задолго до базовых работ Деррида, которых он наконец-то это как метод научный предложит. По большому счету можно сказать, что Кожев является в какой-то степени предтечей вот этого постструктурализма. Что с Кожевым связано еще? Дело в том, что Кожев, так же, как и Лакан, был один из немногих мыслителей, таких интеллектуалов Франции, которые резко отрицательно восприняли 68-й год. Это последний год жизни Кожева. Кожев умрет в июне 68-го года, но он успел отреагировать и причем очень жестко отреагировать на эти восстания. Он их называл мажорами и говорил, что никакая это не революция. Революция это там, где жертвами ей проложен путь, подлинный путь революции. А это просто бесятся мажоры, потому что делать нечем. И надо сказать, что позиция Лакана по этому поводу была примерно такая же. Но Кожев от этого не огреб, ибо сразу умер. А вот Лакана периодически припоминали, как к нему пришли, а он их отправил домой. что касательно еще важного и до сих пор существующего, что инициировал Александр Кожев, это, в общем-то, можно сказать, что европейское экономическое сообщество было не то, что создано, он был одним из соинициаторов создания этого, так скажем, институции такой, европейской, которая замечательно существует и по сей день. И можно сказать, что именно она явилась отправной точкой формирования последующего Евросоюза в принципе. Человек, который работал на интеграцию Европы, послевоенной Европы в некий единый культурный блок. Благ дел человек знал свободно 8 языков. Хотя отношение в Европе к нему очень противоречивое. От предельного восторженного восприятия до критики такой, которая ниже плинтуса просто идет. Сама по себе по типу высказывания. Речь иногда спускается на подзаборную, когда критики говорят, окажение. Его очень не любили, несколько раз пытались обвинить в том, что он стучит на советы. Хотя исходя из этой книжки, я так понял, что у него к Сталину резко негативное окажение. Но его часто называли сталинистом. Сам он, в общем-то, себя тоже иногда так называл, но вы понимаете, что это Франция середина 20 века, и там, в общем-то, это было модно. Просто банально модно. Потом будет модно называть себя фанатом Мао-Дзидуна. Это уже в 60-х. Так и каким же образом у нас власть определяет этот самый товарищ Александр Кожев? Разволю себе цитату. Власть имеется только там, где есть движение, изменение действия. действительное или хотя бы возможное. Власть есть лишь над тем, что способно реагировать. То есть меняться в зависимости от того, что представляет власть. Очевидно, что власть принадлежит тому, кто изменяет, но не тому, кто изменяется. Власть по сути активна, а не пассивна. По большому счету он говорит банальности, но определить, что такое власть, нужно очень жестко. Из этого вытекает. Властное действие отличается от всех прочих тем, что оно не встречает противостояния со стороны того или тех, на кого оно направлено. Это предполагает с одной стороны возможность оппозиции, а с другой сознательный добровольный отказ от осуществления этой возможности. То есть власть есть только тогда, когда вам могут возразить, но этого не делают. Вот это есть проявление власти. Далее читаем. Власть тем самым обязательно есть отношение между действующей и страдательной сторонами. Это по сути своей социальной, а не индивидуальной момент. Чтобы имелась власть, необходимо по крайней мере двое. Следовательно, власть есть возможность действия одного деятеля на других или на другого, без того, чтобы они на него реагировали, хотя и способны это сделать. Приведу вам примеры, чтобы было ясно тогда не власти. Что такое власть, более-менее понятно. Примеры не власти. Я могу сколько угодно оскорблять эту тумбочку, но она ничего мне не сделает. Потому что она не может мне ответить. Не может отреагировать. Соответственно, применение власти может быть только по отношению к тому, что отреагировать может. Другой пример. Я пытаюсь выпроводить за дверь какого-то человека. Он усиленно сопротивляется. я его выталкиваю за эту самую дверь и закрываю ее. Может показаться, что я властное действие над ним совершил. Но это не властное действие. Это действие силовое. А сила не есть власть. Сила появляется как раз тогда, когда власть не работает. Этот человек активно сопротивлялся и мне удалось его выталкать только потому, что у меня сил больше, чем у него. А власти у меня ровно ноль над ним оказалось. Или пример другой. Я пытаюсь заставить человека что-то делать. А он начинает возражать. Долго убеждая его, я объясняю ему, почему ему нужно это сделать. И когда он это понимает, он все-таки идет выполнять то, что я ему сказал. Казалось бы, опять, что здесь действует власть. Но никакая власть здесь не действует. Потому что мне пришлось менять мои действия, исходя из того ответной реакции, которую я от него увидел. То есть мне пришлось долго ему что-то доказывать и убеждать, убеждение не есть власть. А только тогда он понял, что он будет готов это делать. Если бы я просто сказал иди сделай, и он пошел бы это делать, это было бы применение власти. То есть когда он теоретически этот индивид или группы индивидов могут отреагировать негативно, могут возразить власти, но этого сознательно не делают, именно это и есть единственное, что можно признать за власть, а не за силовое воздействие. Именно поэтому Кожев далее будет писать, многократно на этом настаивать, что власти у большинства над меньшинством именно в качестве власти по определению нет. Она может там сложиться, одна из тех четырех типов власти, которые мы сейчас рассмотрим, но сам факт того, что большинство заставляет меньшинство делать что-то, что меньшинство не хочет, не является властью, а является проявлением силы. С таким же суперпехом мы знаем, как может меньшинство возобладать, да, оно будет, ну например власть аристократии когда-то. И там это была именно власть, а большинство оно может проявлять только силу. И чтобы нам было с чем работать, я сначала вам намечу самые типы власти, которые у нас анализируют КЖ, а потом попытаюсь их откомментировать последовательно, и лишь после этого перенесу этот весь инструментарий на произведение искусства. Соответственно, четыре типы власти, которые нам предлагает Александр Кожа. Первая теологическая или теократическая теория. Изначальная и абсолютная власть принадлежит Богу. Все прочие власти относительные из нее выводятся. Эта теория как раз разрабатывается с холастами и лежит в основе того, что КЖ назовет властью отца. Второй тип власти это власть по Платону. Правая или законная власть опирается на справедливость, то есть на идею справедливости. Всякая иная по своему характеру власть есть и псевдовласть и потому держится только на силе более или менее грубой. Менее грубая сила это убеждение, более грубая сила это дубинки, это силовики, как институция. Третий тип власти эта теория принадлежит Аристотелю, в которой власть обосновывается мудростью, знанием, то есть возможностью предвидения. и выхода за пределы данного. То есть один человек правит другими, потому что они знают, что он может предсказывать ситуацию, предвидеть ее, а другие нет. Ну, допустим, власть шамана в древнем мире. То есть шаман знает, туда пойдете и будет много удачной охоты. Сами пошли и не было удачной охоты. Соответственно, люди тогда отдают свою волю под власть другого человека. И наконец, последняя, это теория Дегеля, ильянская теория, в общем-то, получившая широчайшее распространение именно благодаря Кожеву. Это власть господина над рабом, победителя над побежденным, из которых первый был готов рискнуть своей жизнью, готов был поставить на ком все. Именно поэтому и становится господином, а второй решил, что он как-нибудь лучше подчиниться, но на концу жизни ставить не будет. И становится побежденным. Кожев пишет, что все эти теории взаимоисключающие, хотя на самом деле это не совсем так, скорее они нетерпимы друг к другу, но соединяться с друг другом они могут. Я покажу это даже на примере произведения искусства. Разберем их подробнее. Вот что Кожев пишет о власти отца. Власть отца либо родительская власть вообще над ребенком. Варианты ее власть проистекающая от значительного различия в возрасте. Власть старых над молодыми, власть традиции и тех, кто ее придерживается, власть мертвых, завещание, власть творца над его творением. И уточняет по поводу власти мертвых. Вообще говоря, у человека больше власти после его смерти, чем при жизни. завещание обладает большей властью, чем отдельно, а отданное живым распоряжением. Обещание более значимо после смерти того, кому оно было адресовано. Идея отца более послушна после того, как этот отец скончался. Причина этого заключается в том, что против умершего невозможно никакая реакция. Так как он по определению располагает властью. На эту невозможность реакции закрепляет за властью умершего божественный священный статус. То есть умерший по сути такой же как бог. Да это отсутствующая фигура, которому возражать бессмысленно. Невозможно. И отсюда собственно и проистекает и слабость и сила такого рода власти. В данном случае власть отца как одна из базовых властей это власть прежде всего причины нацледствия. Можете сколько угодно критиковать прошлое, какие-то тенденции в этом прошлом, но вы всегда стоите в невыигрышной позиции, потому что вы в любом случае являетесь продуктом этого прошлого. Вот в чем дело. То власть причины над следствием всегда ставит нас в подчиненное положение по отношению к тому, что сзади. То же самое, как и власть творца над творением. Вот по определению является причиной это следствие. Соответственно, он в приоритетной позиции. Ну или всем известно, я тебя породил, я тебя и убью. Ну оттуда же можно отнести. Мы можем сколько угодно говорить о том, что какие-то произведения искусства, допустим, вошли в культуру случайно. Почему это мы еще пообговорим? Каким образом это происходит? Вот допустим, всем известный сирильский цирюльник Карасини, который сейчас едва не самая слабая опера этого композитора, а не Осада Каринфа, допустим, его же. Но сирильский играется везде, а то ставится намного реже, в разы реже. А почему? Да потому что сейчас оспоривать этот факт уже невозможно, потому что этот несчастный сирильский цирюльник случайно по сути войдя в культуру в начале девятнадцатого века столь много раз уже исполнялся и настолько на много всего повлиял, что его уже из нее не вырубишь ничем. Никак. Если мы даже сейчас начнем активнейшим образом исполнять какие-то другие оперы России, они все равно не смогут занять ту позицию, которую заняла опера, которая воздействует на нашу культуру вот уже более двухсот лет. Так же как с самой книгой понятия власти. Мы знаем Кожева как из замечательного интерпретатора гегельянских текстов. Эта книга появилась недавно. И сколь бы она не была революционной, интересной, новаторской, тем не менее она никогда не сможет сместить с первой позиции те тексты, потому что именно они оказали на всю французскую интеллектуальную жизнь радикальное воздействие. Его уже отменить никак не нельзя. Вот что такое власть отца. это власть прошлого над настоящим и вероятные над будущим. Следующая модель, гегелианская модель, это власть господина над рабом. Тоже попытаюсь откомментировать ее. с власть 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 сводится к двух словах следующим. В условиях критической ситуации, некой сложной ситуации очень, один человек готов поставить на кон все, в том числе свою жизнь. То есть, он готов рискнуть, да, большинство из тех, кто готовы рискнуть, в общем-то, очень плохо заканчивается, но кому-то везет, и этот человек сразу же попадает в позицию несоизмеримо более выигрышную, чем те, которые отказались от такого рода ставки, ставки на жизнь. Именно так формируется изначально аристократия, это некий везучий лидер, который поставил на кон все выиграл. Естественно, если его власть признается теми, кто не готов был столь же рьяно рисковать, они вынуждены ему подчиняться. Так формируется модель раба, то есть модель комфорта. Модель раба это модель, так скажем, человека зависимого, несуверенного. Суверенный это тот, кто распоряжается всем, включая самим собой. Раб это тот, кто не распоряжается самим собой. Он не готов к такого рода ставке. То есть это для него невозможная ставка. Ставка самого себя. Вот что, собственно, собой представляет модель господина и раба. Следующая модель, модель аристотелевская, власть вождя, она же власть пророка может называться. А что есть власть вождя? Это человек, предлагающий какой-то новый беспрецедентный проект. Это может быть самое примитивное что-то на уровне даже детской игры, когда один ребенок другим говорит, а полезем вот в огород к тому дяде. Они до этого не додумались, а он готов их возглавить, чтобы туда полезть. Все равно уже формируется власть вождя. Это его проект. И они включаются в его идею. Если этот проект окажется успешным, то формируется концепция власти вождя. Власти знающего над незнающими. Власть учителя над учеником здесь же базируется. То есть власть того, кто может предвидеть, на шаг вперед всегда видеть, а над властью того, над тем, кто этого не может сделать. Ну, в общем-то, вся игра в известном сборнике рассказов о Шерлоке Холмсе, да, игра между Мариарти и Холмсом, по большому счету, сводится к этому. К тому, кто может на шаг вперед просчитать, да, и к тому, кто оказывается на это неспособен. То есть среднестатистический человек не может на это просчитать на шаг вперед. Так формируется власть вождя. То есть этот лидер и власть его не каким-то чудесным, божественным образом на него не сходят, а благодаря его возможности предвидеть, видеть наперед. Именно поэтому ее часто именуют властью пророческой. На ней же держалась во многом и власть шамана, хотя не только на ней, она еще и на традиции, то есть на власти отца держится. И, наконец, собственно, платоновский вариант, он же можно назвать геродотовский вариант власти, это власть арбитра, власть судьи, третейского судьи. Дело в том, что геродот приводит интереснейшую картину возникновения монархии у медийцев, а она прям вот достойна, она достойна кисти Гоббса. То есть это мог бы вот написать прямо Гоббс. Потому что жили они в анархии, во вражде всех против всех. И прознали они о том, что есть некий человек, который практиковал справедливость, то есть мог рассудить, кто прав, кто виноват. И стали они к нему обращаться. Он разбирал их споры и возвысился до того, что, в общем-то, стал ими править. В итоге. Это всех устраивало, потому что война всех против всех тоже никого не устраивала. На самом деле я не вижу принципиальной разницы власти арбитра между тем, что описывает Геродот, и в войне всех против всех. То есть в одном случае мы просто индивидуализируем эту власть, а в другом случае этого не делаем. Потому что, ну, нечто среднеарифметическое от всех хотелок, это, в общем-то, тоже власть арбитра. Но в данном случае КЖ ссылается на версию единоличного, то есть персонифицированного судей. Сюда же можно отнести, кстати, и власть исповедника. Тот, кто рассудит вас. Ну, из русской истории это полумиф, да, полуправда о призвании варяга. И вот что пишет Кожев. Вообще потенция беспристрастности, объективности и незаинтересованности всякий раз порождает власть. То есть сам факт отказа от интереса, да, уже порождает власть как таковую. И, в общем-то, когда стороннее лицо оценивает какую-то ситуацию, оно всегда в выигрышной позиции. Всегда оказывается в выигрышной позиции. Но помимо этих четырех, в общем-то, относительно понятных моделей власти, может быть и любого типа смешанная власть. Я приведу один-единственный тип смешанной власти, просто чтобы не занимать на этом большое количество времени. Это власть Бога. Вот что пишет по этому поводу Кожев. Итак, мы видели, что божественная власть отличается от человеческой тем, что она не предполагает никакого риска, поскольку никакая негативная реакция на действия Бога совершенно невозможна. В случае власти судьи это не вызывает никаких неудобств, так как божественный суд является непогрешимым. То есть он уже показывает, первое, невозможность реакции на Бога как на причину, это власть Отца. Бог и его решение непогрешимы, да, это самый точный суд, страшный суд. Соответственно, власть судьи у него тоже в его руках. То же самое можно сказать и о его власти как вождя. Он всегда выступает как власть, а не как просто сила, ибо Бог является всезнающим. То есть власть вождя у него тоже есть, как того, кто предвидит, ибо видит до конца времен. Однако, ситуация меняется, когда речь идет о власти Господина. Божественное всемогущество никак не обосновывает его власть, поскольку это всемогущество есть в конечном счете просто сублинированная форма грубой силы. То есть власть Бога не сопряжена ни с каким риском. Бог абсолютно не может сделать ставку на самое себя. Он не рисковал своей жизнью, он не делал ставку на смерть. И, соответственно, в данном случае Кожев справедливо показывает, что функцию власти Господина из Бога всегда схоласты пытались ее затушевать, чтобы, в общем-то, в эту сторону не копали. То есть власть Бога – это смешанная власть, где одна власть отсутствует, власть Господина. Бог не может делать ставку на самую себя. Это только в каком-то языческом мифе такое возможно. А остальные три типа власти в нем присутствуют в полном объеме. Таким образом, оказывается, что из любого типа власти можно комбинации собирать. Причем можно, где один преобладает, а другой в маленьком количестве представленном, в равной пропорции и так далее. Но действия сильно различны этих властей. А теперь, когда мы разобрались, в общем-то, с самым важным, разобрались с инструментарием, который нам предлагает Александр Кожев, попробуем это перенести на произведение искусства и посмотреть, а как, в общем-то, там это может все работать. Начнем мы с власти отца. Что такое власть отца в искусстве? Власть отца на самом деле укоренилась у нас прежде всего в музыкальном образовании. То есть это власть прошлого над настоящим. Как сказал один остроумный человек, очень грубо, но тем не менее, очень точно отражая специфику преподавания музыкальных дисциплин, что классическая музыка – это музыка белых мертвых мужчин. И, в общем-то, эта фраза и демонстрирует власть отца, как таково. То есть классик – это тот, кто уже умер, классик – это отец, это мужчина, и классик – это представитель соответствующей расы. Потому что это диктат европейского, европейской традиции, ссылка на традицию, ссылка на традицию, то есть ссылка, естественно, на модель власти отца. Любая музыкальная дисциплина начинается от печки, то есть от прошлого. Можно же преподавать по-разному. Можно, например, начать с современности, с освоения современности, а потом посмотреть, а что было раньше. В общем-то, это на самом деле логично. Можно начинать всегда от печки, а так как любая учебная программа, она, естественно, не резиновая, она не может растягиваться обучением на 5, 6, 7, 8, 9, 10 и так далее лет. Колледж – 4 года, консерватория – 5 лет. Ну, вакалаврская программа – 4, магистерская – 6. Очень строго отведенное количество часов. И когда мы начинаем от печки, сначала в музыкальной школе, потом с этой же печки в колледже, потом от этой же печки в вузе, мы все время доходим замечательно. Не до конца, а где-нибудь примерно до начала 20 века, где, в общем-то, вся эта история музыки и заканчивается благополучно. Это не значит, что она не предполагается дальше программой. Предполагается. Но на это никогда не хватает времени. То есть, оказывается, приоритетом прошлое, на которое бьют трижды в одну и ту же точку, а не настоящее, которым могут пожертвовать. Никто не скажет, что оно не важно. Но им могут пожертвовать в сравнении с, так скажем, то, что считается уже устоявшейся классикой. То есть, устоявшейся традицией. А теперь представьте себе такое, что вы пришли бы в медицинский институт, допустим, учиться, а вас бы начали сначала учить, как лечить Максовы боли. Ну, заставили бы читать алхимиков средневековых, заставили бы читать Парацельса, ну, что приходит к вам пациент с болями, он говорит, надо на тайну карту чертить. Ну, посмотрел, так у тебя Венера в ущербе. Что ты думаешь? Надо медь, медный порошок тереть и употреблять в больших количествах. То есть, естественно, то есть, в других отраслях так не учат. Или там, вы пошли бы на судостроение, вас бы учили не как современные конструкции кораблей делать, а как долбить из доски каноэ. Музыканта учат долбить каноэ усиленно и целенаправленно. На протяжении всех его 20 с лишним лет обучения этой дисциплине. И вот что парадоксально. Я не хочу сказать, что прошлое – это плохо. Я хочу сказать, что в музыкальном образовании настолько сильно укоренилась именно власть отца, применительно к музыкальному искусству, что там даже вплоть до парадоксов, мы встречаем, вплоть до комических ситуаций это доходит. То же самое можно сказать на самом деле и у концертной практики. Оно, например, обновляется зачастую не репертуар, а антураж, который к этому репертуару прилагается. Например, могут того же самого несчастного Вивальди и с голограммами играть, да, и включая лазерное освещение и так далее. Но сам по себе Вивальди тот же самый, какой был в 18 веке. Дальше мы никуда не пошли. В еще большей степени мы с этим сталкиваемся в пределах театральной индустрии, то есть в индустрии оперного театра. Естественно, любой адекватный режиссер хочет ставить актуальные спектакли, то есть он хочет ставить злободневную проблематику поднимать, он хочет, чтобы спектакль привлиял на нынешнюю жизнь. Но когда он приходит в оперный театр, то оказывается, что ничего нового там не просто не идет, а заказывать это новое тоже никто не хочет и даже не собирается. И тогда он начинает переделывать оперы Верди, Моцарта, Вагнера, там могут ходить в бар, там могут в космосе это происходить, все что угодно там может быть, кроме одного, новой музыки. Музыка там будет та же самая, которая звучала еще при дворе Марии Антуанетте. Только здесь это будет в новом неком обличье. То есть атрибуты меняются, а субстанция сохраняется та же самая. Вот это все есть власть Отца. И когда нам делают, указывают на классику, когда нам указывают на то, что это великие имена, вообще понятие великие, да, оно, как правило, отсылает к власти Отца. Это тот самый. Это, как правило, отсылка в прошлое, а не в будущее. Не говорю не всегда, но чаще всего. И вот эта отсылка в прошлое и преклонение перед самим прошлым, она, конечно, ссылается именно на этот тип власти. И вот что важно. Кожев большой молодец, и Фуко у него это потом подсмотрит, он не объясняет, почему эти типы власти работают так, как они работают. То есть вот это загадка. Это тайна. Мы можем увидеть и посмотреть, и, значит, точно предположить, как дальше этот механизм будет функционировать. Но мы не можем объяснить, а почему он работает так, как работает. То есть любое объяснение. Его будет, в общем-то, скорее неким самооправданием, да, относительно незнания. А не раскрытием сущности явления. Другой тип власти, реализующейся в искусстве, это власть пророка или вождя. Это власть новатора, открывающего новые звуковые пути. То есть в каком-то смысле это изнанка власти отца. Там оно хорошо, потому что оно всегда так было, а здесь оно хорошо, потому что никогда так не было. Это власть нового, власть новизны в искусстве. Эта модель, заметьте, предполагает, что все фигуры, ставшие ныне классиками, стали ими по причине того, что некогда они были новаторами. Хотя это далеко не всегда так. Это часто так, но это не всегда так. И надо сказать, что интерес ко всему радикальному и новому у значительной части населения всегда поддерживался. То есть мы не можем сказать, что это какое-то абсолютно новое явление в культуре. То есть к новому всегда был интерес. От времен этичной Греции до наших дней. Это другая, альтернативная модель власти, и она тоже работает. Вот что интересно. Но на самом деле в музыкальное образование эта модель тоже прокралась. И прокралась очень таким некорректным образом. История искусства, не только музыкального, на самом деле всего искусства, преподносится так, как история обновления искусства. То есть каждый автор, вы его проходите не потому, что он сам по себе хороший, а потому, что он что-то новое сделал. Как будто, кроме того, что он сделал что-то новое, нельзя быть просто хорошим автором. По сути, создание любого произведения искусства, оно уже новое в каком-то смысле. Такого же не было в произведении. Но любого значительного автора пытаются позиционировать как новатора. В том самом консервативном курсе, который ссылается на власть отца. А этот курс, получается, представляет собой своего рода смешанный тип власти, базирующийся в основе своей, естественно, на власти отца, но немножко подворовывающий и у власти вождя. То есть, получается, история искусства превращается в некий аналог истории технологий, где, правда, каждый новый там век предлагает какие-то новые технические решения для решения своих проблем. В то время, что, как для искусства, это абсолютно неприемлемая параллель. Искусство функционирует все время в разной системе. Оно не предполагает новых решений тех же самых проблем. Тех же самых проблем уже в культуре нету, когда новые произведения возникают. И этот тип власти очень часто можно встретить на самом деле в музыкальном образовании. И на самом деле этим и я грешу, потому что к этому апеллировать удобно. Это понятно. И часто в качестве упрощения мы объясняем все именно так, что это раньше было новацией. Поэтому это здорово и замечательно. И если вы посмотрите историю музыки в том виде, в котором она преподносится, да в любом учебном образовании, то каждый автор будет зачастую неправомочно назван новатаром. Почему неправомочно? То есть, если у автора не будет каких-то реальных новаций, или автор учебника сочтет, что их недостаточно с его точки зрения, чтобы вот эту идею вождя пропихнуть туда, то ему перенесут новации его коллег, которые хотят из этого учебника. Ну, самый классический пример. Гайден как создатель струнного квартета. Вообще, струнный квартет создал Баккерин за несколько лет до Гайдена. И более того, то есть, это было уже и изданно, и исполнялось. Баккерин не та фигура, которую можно просто так отщелкнуть. Однако, его отщелкивают. И при, так скажем, приписывают Гайдену то, что ему не принадлежит. Гайден – это человек, который вывел струнный квартет на тот уровень колоссального разнообразия жанров, о котором мы сейчас и знаем. То есть, это нельзя от него отрицать. Но он не создатель этого жанра. Он приходит, но уже сложившийся жанр. Да, только что сформированный, но тем не менее, уже сформированный. А если сильно покопать, то можно еще чуть-чуть раньше найти тех предтеч, которых мы можем назвать создателями этого жанра. Ну, примеров на самом деле можно привести, там, не знаю, введение контрфаготов в симфонический оркестр Ветховена. Тоже неправда. Да? Вот, там, Гайден, до этого еще пользовался. Ну, и там, не знаю, создание додекафонии еще он берегу. Как последовательный, на самом деле, процесс сформирования, от Голоршева, да, к Хауэру и, наконец, только к Чонбергу. Нет, то есть, значительно проще какой-то известной фигуры, которая таки утвердилась в программе, или учебной программе, или программе филармонии, приписать соседствующие с ней открытия, и вот сказать, вот он и есть новатор, потому что он вот это сделал. Хотя, на самом деле, вы его играете не потому, что он это сделал, а потому что он просто писал хорошую музыку. Вот как функционирует власть новации. Это не только упоение всеми фестивальными концертами современной музыки, актуальной музыки, как ее там еще не назвать, но это и приписывание прошлому, зачастую неправомочного приписывания, новации, то есть, история искусства, как история новаций. Третий, более проблематичный уровень, это уровень власти господина. Это власть того, кто рискнул. Ну, допустим, рискнул быть собой, или действительно рискнул всем, чтобы что-то сделать. Вот. Ну, в данном случае, хочу сразу показать, что может быть ложное представление о том, что власть господина в искусстве, это власть новатара. Но это не совсем так. Ну, допустим, какой-нибудь там Рахманинов или Свиридов, это люди, которые как раз рискнули не играть в игру новаций. То есть, абсолютно консервативный выбор, до мозга костей консервативный выбор, который держится до последнего, однако, это выбор собственного пути. Это особенно в случае Свиридова, то есть, обращение к хоровому жанру, причем не политизированному хоровому жанру в Советском Союзе, это было очень странным выбором. В итоге, это оказалось, то есть, это могло уйти в никуда. Но это оказалось выигрышная ставка. В итоге, это оказалось выигрышная ставка. Это музыка звучит. Но это могло отработать и впустую. При том, что у него было чем рисковать. Он мог идти в симфонию, да, он мог идти в оперу при желании, но он выбирает тот жанр, на который, в общем-то, в то время ставку мало кто делал. И в итоге выигрывает. Да, он выигрывает не такой кусок торта, да, он выигрывает вот такой кусок торта, но тем не менее, это его собственный кусок торта. Понимаете? Это может быть и реальный риск, когда человек рискует всем. Но, допустим, в случае с прощальной симфонией Гайдена. Мы его могли так выпнуть, да, и больше никуда не взять. То есть, это же втык, по сути, самому влиятельному, так скажем, авторитетнейшему представителю власти. То есть, ваш оркестр, а вы ему показываете буквально на пальцах, что он не отпускает музыкантов в отпуск. То есть, прощальная симфония заканчивается тем, что музыканты последовательно уходят из оркестра и остаются лишь два скрипача. Это сочинение было написано Гайденом, когда Эстер Хази долго не отпускал своих музыкантов в отпуск. Он ему буквально на пальцах показал, что так делать не надо. И, в общем-то, он рисковал, то, что он вылетит, но не вылетит. И более того, заметьте, эта симфония чисто с музыкальной точки зрения не является самым удачным сочинением из среднего периода симфонического Гайдена. Есть значительно более яркие симфонии. Но из всего Гайдена чаще всего исполняется из среднего периода. Именно она. Почему? Потому что ей имя сделало вот этот эксцесс. то есть, сам по себе вот этот риск, риск господина именно, то есть, Гайден заявил о том, что он тоже является господином, он не является столь же сильным, но он не готов признать себя в статусе раба. То есть, да, силы у князя больше, но он готов помериться с ним авторитетом. И в данном случае именно этот эксцесс делает эту симфонию значимой в культуре. Ну, или приведу там пример с вымышленным эксцессом. Это седьмая симфония Шостаковича, ленинградская. То есть, благодаря мифу, да, что этот человек чуть ли не там в самом Ленинграде написал блокадным, да, что вот приехал туда и исполнил то есть, антинацистскую симфонию в кольце нацистской, нацистских войсах, естественно, когда весь мир был против национал-социалистического режима, то такой миф создал этой симфонии громкое имя. Это действительно одна из самых исполняемых симфоний 20-го века, хотя по музыке одна из самых слабых симфоний Шостаковича, стоит это признать. Более того, симфония писалась в 30-е годы и должна была олицетворять собой жизненный путь вождя, то есть, Ленина. Ничего общего с нацистской Германии она не имеет, потому что написан тот фрагмент, который тема нашествия, а задолго до того, как Гитлер какие-то поползновения стал предпринимать. И тем не менее, вот этот миф, пускай в данном случае это мифический героический поступок, но тем не менее, именно факт героического поступка возводит это произведение на тот уровень, который она в культуре занимает. Это тоже жест господина. Ну и приведу еще смешанный тип жеста господина, это, допустим, весна священная Стравинского. Человек только что укоренился в почете у публики, ему можно было до конца жизни клепать балеты такого же типа и получать за них хорошие гонорары. Но тогда бы он не вышел дальше уровня какого-нибудь черепнина. Он делает ставку по типу пан или пропал. Не могу сказать, что весна священная по тем временам была именно сверхреволюционным действием. Это сверхреволюционно в данном контексте было. И когда он делает вот этот плювок в лицо публики, когда разгорается этот скандал, он выехал. То есть он мог проиграть, но он выиграл. И он входит в число самых влиятельных деятелей культуры XX века. То есть именно благодаря вот этому инциденту он взлетает, его, так скажем, авторитет поднимается под небеса. То есть он показывает, что он господин, а не раб. Вот как отыгрывают эти модели. Сказал, что это смешанная техника, потому что там все-таки делалась тапка еще инновацию. то есть это между властью пророком и властью господина. Также можно поставить в этот же ряд и создание Вагнера его оперного театра. Ведь это по сути безумный проект. Проект, который он достраивал уже на свои собственные деньги. И тем не менее, вот эта безумная инициатива, которая могла закончиться ничем просто, обернулась, то, что этот театр Байройте до сих пор является цитаделью пропаганды музыки. Вагнера это место Мекка, куда стремятся все попасть, и именно этот театр во многом сделал Вагнера Вагнера. И наконец, четвертый уровень власти, это власть судьи. Я уже сказал вам, что в отличие от Кожева, я эту власть интерпретирую очень специфическим образом, для меня модель коллективного отправления этой самой власти равна власти индивидуальной. То есть, я не вижу войну всех против всех, чем-то противоположенным тому, к чему пришли эти самые медийцы, в итоге выбрав суть у себя в правительстве. И то, и другое было уравновешивающей силой. Другое дело, что результат различный был. Ну да. И власть судьи в моем понимании в искусстве это власть рейтингов. То есть, в данном случае эстрадная музыка на 90% погружена в власть судьи. То есть, это, во-первых, власть выбора большинства, и, естественно, это знаменитые топ-10, любые топ-10, на которых основан вот такой подход к искусству. В общем-то, коммерционализация искусства пытается протянуть подобную власть и в академическую, серьезную музыку. Что это там музыканты, топ-10 лучших исполнителей, топ- наиболее список наиболее востребованных дирижеров и так далее. Все это есть власть судьи. однако, я не хочу списывать эстраду просто целиком всю власть судьи. Да, безусловно, там может быть что-то держаться и на власти харизматичного лидера. Запросто. Почему бы и нет? Только там это будет скорее выражаться не в обновлении, там обновляется очень редко что-то серьезное. Там это будет скорее на чутье лидера группы на том, что будет востребовано завтра. То есть это все равно смешанный тип власти между судьей, то есть мнением, да, среднеарифметическим и чуйкой на это мнение. Ну, из нового там может быть разве что апробация новой техники. То есть постоянная апробация новой техники вплоть до искусственного интеллекта для реализации каких-то уникальных шоу. Хотя это с музыкой уже весьма опосредованно. Власть отца в эстрадной музыке может выражаться в таком явлении как хиты. То есть так как для эстрады обновления очень быстро происходят, да, сам факт того, что что-то держится хотя бы 10-20 лет это уже достаточно много. И апелляция к этим произведениям происходит по типу апелляции к власти отца. Хотя опять же повторюсь, основа для эстрадного музицирования я вовсю подобную гребенку объединяю, потому что оно в этом смысле не отличается. Оно на эстетических основаниях может держаться разных, но с точки зрения власти, какой она проявляет, это власть судьи. Это власть именно рейтинга, это власть выбора большинства. И разберу еще несколько отдельных, просто отдельно взятых феноменов искусства, к какого рода типа власти они могут относиться. Я еще не применял этот механизм к какому-то большому количеству явлений, поэтому может быть будут какие-то интересные открытия лично для меня самого, но вот пока отдельные какие-то такие случаи. Допустим аутентизм или историческое исполнительство в искусстве. Заметьте, комплексное явление, власть отца безусловно приоритет прошлого. Мы обращаемся к прошлому, пытаемся восстановить зачем-то. Но в сочетании с властью вождя, почему? Потому что сама по себе идея аутентизма это предложение радикального проекта. Это как раз предложение антитрадиционного проекта. Что традиция не права и мы вам предлагаем радикально новый проект по воскрешению прошлого. То есть сам факт то, что прошлое почитается не отрицается. Академист любит Баха, аутентист любит Баха. Но аутентист предлагает радикальный проект по преподнесению Баха. Отчего с точки зрения аутентиста Бах станет еще более Бахом. Еще более рейтинги. То есть вот смешанный тип власти. Программы филармоний. Власть отца в соответствии с властью судьи. То есть власть отца понятно, что если все филармонии играли испокон веку шестую Чайковского, то и мы будем играть по пять-шесть раз за сезон. Пока все не опупеют. Но это и власть рейтингов. Если народ ходит на третью Рахманинова, уже сотый раз играем, а народ по-прежнему не убавляется, значит это 101-й раз будем играть. То есть это и власть рейтингов по тому, кого мы приглашаем, и власть рейтингов по котировкам композиторов среди естественно прежде всего массы и публики, как неких избранных точечных наиболее важных и авторитетных критиков предположим, а публики как массы. И в то же самое время власть отца здесь сказывается конечно очень жестко. По крайней филармонии это цитадель, это музей музыки. Это то, где одно и то же крутится до бесконечности, а если может быть что-то новое, именно для того, чтобы мы оценили, что вот это новое, а вот то настоящее, старое. то есть там новое именно как эксцесс может появиться. Ну как некогда в древних традициях говорят были обряды, когда в тот или иной день отменялись все законы. Для того, чтобы мы почувствовали как они работают на самом деле. Вот так же примерные филармонии могут исполнить что-то новое. Вот чтобы мы почувствовали, а вот на самом деле традиция это вот то. Что еще может проявляться? Допустим власть господина. Еще один пример, это пример именно такой скажем человек эксцесс тоже. Такой как балалайки кархиповский. Власть господина. Человек который правда рискнул выйти на большие сцены вплоть до стадиона с электробалалайка. Соло без ничего другого. просто с маленькой треугольной балалайкой. Я не буду оценивать никак это с точки зрения художественности, но сам факт риска здесь очевиден. И у него это получилось, а у десятков других, кто пытался это же сделать, на тех же домах, воянах и так далее, не получилось. Потому что у господина всегда очень высокий риск. Ты можешь выйти, тебя назад запнут, потом тебя еще смеют все твои коллеги, еще в оркестре ни в какой не возьмут после этого. Так что когда вы выбираете, что вы хотите послушать, то ваш выбор определяется различными типами влияния на нас социальных, а не эстетических факторов. То есть эстетика это отдельные вещи, а есть еще и социальные факторы, которые на нас тоже влияют. И если вы выбрали Баха, а не Телемана, то ваш базовый, основанием базовым вашего выбора послужила власть отца. То есть возобладал помимо вот этой власти отца еще и элемент власти судьи. То есть понятно, что мы обращаемся к прошлому традиции, но по весовым категориям Бах и Телеман с точки зрения рейтингов он Бах повыше сильно. Сильно повыше. Не значит, что он по музыке сильно повыше. Это просто разные авторы. Но с точки зрения рейтингов в общем-то тут все очевидно. Но если вы напротив из Баха и Телемана выбрали послушать Телемана, это значит, что в вашей базовой власти отца нет ни крохи, ни примеси власти судей. И прошлое для вас в равной степени священно. А учитывая тот факт, что авторы с одного года рождения, то они должны быть примерно одинаковы священны. То есть власть отца базируется на основании того, что раньше было лучше, на золотом веке сатургнянском. И вот как можно интерпретировать истолковывать и понимать то, что с нами происходит на самом деле. То есть те вещи, которые раньше для меня были непредсказуемы, неясными, непонятными. А самое главное, что вы знаете, если вы за собой понаблюдаете, порефлексируете, то вы почувствуете, что когда на нас влияют разные типы вот этой власти, ощущение разное остается. Послевкусие разное. В точке вот этой бифуркации, когда есть выбор, и мы выбрали что-то одно, или выбрали что-то другое, ощущение от того, что мы выберем, будет разное. Вот это и есть уже, так скажем, некая психологическая форма восприятия различных механизмов действия этой власти. Итого, соответственно, с чем мы сегодня разобрались, что в музыке власть отца у нас господствует прежде всего музыкальном образовании, власть пророка, это власть новатора, открывающего новые звуковые пюти, это в основном фестивальная музыка, которая на это направлена. Вот. Власть господина, это власть того, кто рискнул. Вот. Примеры тоже приводил, соответственно, по определению господинов меньше. Вот. И власть судьи, это как раз, там, господин власть меньшинства, да, власть судьи, власть большинства, получается. Большинство не потому, потому что их многого забладало, а потому что есть власть, так скажем, этих самых рейтингов. Как они складываются? Они складываются тоже во многом из случая. Почему я и говорю, что власть рейтингов, это власть судьи? Заметьте, когда у нас общество правили образованные элиты, аристократы, вот, допустим, опера Люли Атис ставится для Людовика 14-го, он в восторге от нее, она ставится в общедоступном оперном театре, публика плюется. Людовику 14-ому все равно, и он дважды просит еще через несколько лет, еще раз через несколько лет, ему ее возобновить. То есть, он не верит в мнение толпы, он верит своему мнению, пусть оно у него есть. Представляете, этот человек не просто умеет выбирать, разбираться, и более того, надо сказать, что из раннего Люли, это самое удачное его опера, реально самое лучшее. Но сам факт того, что монах это слушает, это сказывалось на публике. А если монах слушает Любе, Путин, да, у нас любит Любе группу, Медведев любит Стаса Михайла, ну, то, соответственно, вот они, рейтинги. То есть, рейтинги складываются не из мнения большинства. Мнение большинства очень легко подчинить мнению меньшинства. Другое дело, где это меньшинство находится. Если это меньшинство находится где-нибудь за МКАДом, то очень сложно подчинить этому меньшинству. Большинство. А если это меньшинство находится где-нибудь в Кремле, то это совсем другое меньшинство. И таким образом, именно власть судьи, власть рейтингов, это власть во многом зависимая на случайном сопряжении мнений и сил. Сила властью не является. Таким образом, из всеобщего вот этого, этой мешанины или войны всех, против всех, как говорил Бобс, получается нечто вот это среднеарифметическое. Или, как это удачно очень высказал Энгельс, что один хотел одного, другой хотел другого, в итоге получилось то, чего не хотел никто. Вот примерно так эти рейтинги формируются. Но, прошу обратить внимание, что вот эта масса, вот эта огромная, да, это целое, оно детерминирует частное, только в эстатике. То есть, пока это стоит все, да, целое детерминирует частное мнение. Но, как только происходят хоть какие-то изменения, то есть в динамике, как раз наоборот, частное мнение детерминирует целое. То есть, как только это движется, все из частных мнений это целое и начинает складываться. Поэтому здесь нельзя сказать, кто в выигрыше, кто в проигрыше. И за кем окончательное решение находится. И так как целое, на самом деле, то замедляет свой бег, да, то движется, как под горку катится, то и в искусстве вот эти разные типы власти постоянно модулируют. И в образовании могут больше и больше начать вытягивать именно ссылку на новации, хоть и прошлого, но тем не менее, на новации. И степень обновляемости репертуара, допустим, при советской власти ставилось много нового, да, но это новое было как старое зачастую. Сейчас ставится много старого, но оно якобы обновляется, но на уровне антуража. Ну, то есть, метаморфозы одного и того же могут быть очень различны. И ту систему, которую я сегодня вам предложил, мне кажется, очень важно попытаться каждому с ней разобраться. Повторюсь, для меня это чисто набросок, просто эскиз. Я не попытался из этого никакую выстроенную систему сделать. Мне пришла в голову вот эта идея, я просто дал лично себе ответ на кучу вопросов, которые я до этого себе задавал, а точнее, даже обманываю вас. Я не мог даже так сформулировать этот вопрос. Я чувствовал, что что-то здесь есть. Почему я предпочитаю это, допустим, сегодня, а не это? И почему, когда я выбираю что-то одно или что-то другое, например, очень часто в один день два концерта? Я не могу сходить на оба, да, я выбираю что-то. И когда я выбираю что-то одно или когда я выбираю что-то другое, остается послевкусие совершенно различное. Я понимал, что за этим что-то глубокое есть, никак не связанное с моим индивидуальным субъективным чувством, с моим индивидуальным выбором. И, как мне кажется, мне удалось хотя бы более-менее очертить ту систему, в которой на самом деле функционирует искусство вне пределов эстетики, с которой оно работает. Потому что это применимо к чему угодно. Ибо даже сам факт новации, это может быть новация несущественная для этого вида искусства. В общем-то, у меня на этом все. Если есть какие-то вопросы по моей сегодняшней лекции, то я готов на них ответить. У нас есть несколько минут. Ну, если можно, я дам маленький, короткий совсем обзыв на вашу лекцию и вопрос, конечно, для того же как. Я узнал много собственных мнений, о чем вы говорили, но тоже не имел вот этой классификации любопытнейшей, четырех хвостей, от которых все раскроется. А так, это довольно любопытно и имеет право на существование. Лично мне показалось, что слабым звеном здесь является вот этот тип власти судьи. То есть он расплывчат и по сравнению с другими. Но тут претензий никаких, потому что вы сами сказали, что это не является какой-то там истинной последней станцией. Так что да, я считаю, что сама идея, вот это перенесение этого принципа на другой вид деятельности, это крайне любопытно. То же самое можно, куча примеров из изобразительного искусства, из игровой, откуда угодно, это интересно. Вот вопрос мой был связан с скажем в большей степени, вы можете очертить, ну так тезисно, кратко, какие конкретные его идеи повлияли на авторов? Ну вот эти громкие имена, типа Вакана, там, кое-что вы сказали, там, Сарта и так далее. Что именно на них повлияло из его идей? Я, наверное, не готов так ответить на ваш вопрос, потому что это все-таки достаточно, так скажем, серьезный вопрос, тем более, что авторы сильно разные. Первое, вот что приходит на ум, это то, что я как раз озвучил, то, что в данном случае с методом различания у Деридама сталкивались лишь с 60-х годов, эта работа написана в 40-е годы, и вот здесь предпринята филиграннейшая именно деконструкция понятия власти в этой книге. Со всех сторон он показывает, что под тем, что мы именуем властью, на самом деле мы сталкиваемся с разными феноменами. Если мы сумеем хотя бы добавочным словом, да, власть пророка, власть судьи, размежевать это на разные явления, то мы получим значительно более продуктивную для перепродумывания систему, просто политический инструмент совсем другого уровня. Это то, на что будет настаивать, на чем будет настаивать Деррида, и весь его мегапроект философский, в общем-то, связан с перепродумыванием всего философского инструментария. В том, что зачастую там, где мы видели единое, на самом деле никакого единого нет. А есть лишь то, что мы называли одним и тем же словом, а феномены различные. И вся путаница европейской философии была основана на, в общем-то, споре слепого с глухим. У Кожева это обозначено очень четко, очень внятно, намного, кстати, более вменяемо, чем у самого Деррида. Но другое дело, что Деррида проделал эту операцию с настолько многим и важным методологическим инструментарием философским, что, конечно, тут их сопоставить нельзя. Это тоже всего лишь набросок. Набросок к теории власти. А Деррида только чем только не занимался. По сути, тут его величие отнять нельзя никак. Но то, что Кожев сильно повлиял на Деррида, это, конечно, однозначно. И мне кажется, что в наибольшей степени именно на него измыслительный. Что касательно других мыслителей, понимаете, что делает в данном случае Кожев? Кожев не ведется на внешние проявления власти. Кожев пытается вытащить его в внутреннюю структуру. То есть, как внутри этой модальности функционирует этот механизм? И это можно в этом увидеть предтечу будущего структурализма лакона. То есть, это символическое измерение, он не ведется на воображаемое, и он пытается вытащить символический уровень. Это, конечно, очень условно, но не будем забывать, что для лакона именно символическое измерение в большей части его периода активности научной было центром приложения его интеллектуальной работы. И то же самое мы можем сказать и относительно Мишеля Фуко, для которого идея власти становится ключевой. Хотя для него, так скажем, важнее было заново перепродумать ее. То есть, между этой работой и, допустим, надзирать и наказывать я не вижу никаких прямых параллелей. Но, с другой стороны, именно недоверие к тому, что было до этого, перепроверка, самостоятельная перепроверка изначальных источников, она тоже близка к Фуко. И, в общем-то, на самом деле, за исключением Платона и Аристотеля, которые относятся к одной исторической эпохе, фу, мы всегда могли включить модель фукеанских эпистем и сказать, что вот эта-то была власть в одну историческую эпоху, да, в эту эпоху власть божественная, да, в средние века. И, соответственно, в новое время власть господина и раба. И показать, как попадая, я на самом деле думаю, что это очень продуктивно, и можно было бы, если бы меня интересовала именно проблема власти философии, очень продуктивно развить. То есть, взять Кожевскую систему и систему Фуко и попытаться их наложить одна на другую. Это может очень интересные результаты дать, потому что Кожев этого не делает. Для него платоновская модель – это та же самая, которая работает сейчас. А мы понимаем, что платоновский опыт в Сиракузах – это одно, да, очень печально закончившееся. А модель третейского судья в средние века – это нечто совсем другое. Вот. Поэтому, ну вот какие-то такие отправные точки, которые я могу вспомнить, и на них могу ссылаться гарантированно. Остальное я не поменю. Спасибо. Да, да, да. Комментарий, да, может, не вопрос. Когда говорили о вообще сипах власти, просто не упоминали, возможно, влияние там с развитием техники, развития инструментов. То есть, консервативный, инновационный метод, то есть, новые инструменты, может быть, новые составы. В этом отношении они также встраиваются в творческую систему. В данном случае я бы сказал, что хороший вопрос, очень, да. В современном нам мире обновление музыкальных инструментов идет по пути именно атрибута, а не субстанции. То есть, музыка старая играется на обновленных инструментах, и чем этот новее инструмент, тем расширение его возможностей, тем это в большей степени приветствуется, по крайней мере, сейчас. Если мы же посмотрим на обновление инструментария в 19 веке, то там, скорее, мы наблюдаем власть отца совсем в другом форме, проявляющейся. То есть, сейчас обновление инструментов не затрагивает сердце музыкальное, да. То есть, это именно тот атрибут, который, как в оперном театре, мы можем что угодно навесить на оперу Моцарта, но она будет сама даваться в неизменности. Ага, но самое главное, чтобы это было имя Моцарта. Самое главное, и Моцарта даже можно там сократить, да, удлинить, заменить. Самое главное, чтобы имя было Моцарта и музыка старая. А в 19 веке все было не так, и достаточно вспомнить историю выдающегося флитиста Теобальда Бема, который, в общем-то, придумал современные тимплейты. Очень рациональная система, все было продумано, но он за свою долгую жизнь так и не смог ее внедрить никуда. И даже в конце 19 века некоторая профессура просто с боем отказывалась обучать на этом инструменте. То есть, тогда к обновлению инструментария очень болезненно относились, потому что понятно, что в 19 веке власть отца была шире. Власть отца захватывала, так скажем, атрибуты музыки, тоже были сопричастны ее субстанциям. Сейчас это именно вынесены за пределы ее атрибуты, и самое главное, сейчас уже мышление, скорее, классическое, апеллирующее к власти отца, это скорее брендовое мышление. То есть, если это обозначено как музыка Моцарта, оно уже само по себе апеллирует к власти отца, это уже хорошо. Даже если не Моцарта будут играть, это уже никого не интересует. Поэтому, конечно, если кто-нибудь там введет в Моцарта какой-нибудь Контрфорте, новый только что созданный инструмент на замену Контрфаготу, то все будут окрады, наверное. Ну, естественно, я имею в виду, я утрирую, ну, то есть, допустим, вот у Гайдена, где есть Контрфагот, если его заменят на вот этот новый усовершенствованный Контрфагот, то все скажут, что это замечательно, здорово, и для филармонии самое то. Не самое то только для аутентичной традиции, тех, кто ориентируется на восстановление старинных исторических инструментов. Но для них, простите, не то будет и тот Контрфагот, который сейчас сидит в филармонии. Потому что он тоже не тот же самый, он не древний, не вытянутый, там, двухметровый вот этот, корус этого инструмента. Так что, хороший очень вопрос, потому что можно так пронаблюдать динамику, как власть отца постепенно сокращает свое влияние до некой сердцевины, которая сводится, на самом деле, всего лишь к имени, имени композитора. Просто это хорошо, потому что это написал Бах. И все равно, что это Бах не писал, да, то есть, ну, допустим, как отсылка к Альбиноне, а даже у Альбиноне, да, которая вообще не написана этим композитором, которая написана в 20 веке, просто фамилии этого автора там поставлена. Однако отсылка к авторитету старого композитора работает. Это даже везде исполняется замечательно. Так же, как ставится под сомнение, допустим, авторство и Баха в Токате и Фуге Реминонов знаменитой. И тем не менее, все ее играют, именно как визитную карточку Баха, при том, что искусствоведы спорят, вообще Бах ли это. Вот такие моменты, они, конечно, сейчас в наибольшей степени проявляются. То есть, власть отца сводится к власти над брендом, над именем. Есть еще какие-то вопросы? Нет? Ну, если нет, то спасибо вам за внимание. У меня все. Вам спасибо. 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 Спасибо.